Всем привет! Меня зовут Дмитрий Мигаль. Я преподаватель курса работа со звуком в Unreal Engine в XSSR Academy. Минувшей осенью Epic Games официально запустила полноценную версию движка Unreal Engine 5. За долгие два десятка лет своего существования движок от Epic Games сыграл очень важную роль в том, как выглядели несколько поколений видеоигр. А учитывая, что и новые команды заявляют об использовании Unreal Engine 5 в разработке, он не собирается уходить со сцены и лишь наращивать свое превосходство. Основными преимуществами, которые появились в новой версии движка, стали впечатляющая система геометрии NANIT, которая позволяет импортировать модели высокого кинематографического качества, состоящие из миллионов полигонов. Благодаря NANIT можно создавать самые невероятные модели с большим количеством геометрических деталей без ограничений по полигонам. Lumen, которая позволяет создавать полностью динамическое глобальное освещение, меняющиеся в режиме реального времени, которое кардинально меняет подход к разработке игрового освещения. Большинство игр на Unreal Engine 5 все еще находятся в разработке и выйдут лишь спустя некоторое время. Но уже известно, что компания Crystal Dynamics официально объявила о разработке следующей Tomb Raider на Unreal Engine 5. CD Projekt Red отказалась от поддержки собственного игрового движка Red Engine в пользу Unreal Engine 5 для разработки нового Ведьмака. Уже только эти примеры говорят о том, что у нового движка большое будущее. Но что нового может предложить пятая версия Unreal для разработки звука? MetaSound – это высокопроизводительная аудиосистема, предоставляющая аудиодизайнерам полный контроль над процессом формирования цифрового сигнала для генерации источников звука. Используя MetaSound, аудиодизайнеры могут синтетически генерировать звук в реальном времени, а также свободно смешивать и сопоставлять процедурно сгенерированный звук с другими источниками звука. По сути, MetaSound – это своего рода аналог реактора, в котором можно собирать свои кастомные версии синтезаторов. Или, если делать более точные сравнения, визуальный язык программирования Pure Data. Подобный способ создания звуковых систем довольно трудозатратный и требует глубоких познаний в области того, как формируется звуковая волна для достижения звучания неотличимого от реального. Но преимуществом данного метода является то, что открывается возможность гибкой настройки созданной звуковой фактуры. Чтобы получше разобраться, что из себя представляет MetaSound, я запускаю серию видеоматериалов, в которых мы на примере бесплатной сцены из Marketplace озвучим Ambient при помощи данного компонента. И первое, что мы сделаем, это создадим звук ветра и звук морского прибоя. Первое, что необходимо сделать, это подключить плагин MetaSound в нашем проекте и перезагрузить его. После вы сможете вызвать компонент с помощью нажатия правой кнопки мыши и найти его в разделе Sound. Давайте посмотрим на карту и представим, какой ветер мог бы на ней быть. Прибрежная линия, открытое пространство и отсутствие зелени говорит нам о том, что на ней преобладают низкочастотные порывы с задуваниями. Подобрав референсный звук ветра и проанализировав его, начнем воссоздавать спектр. Я работаю в собранном проекте и буду подключать аутпуты в разных частях системы, чтобы демонстрировать ее работу и то, как на разных ее участках изменяется спектр. Создаем ноду, способную генерировать розовый шум и подаем ее на Low Pass Filter для формирования формы волны. Подав ноду LFO на пин Cut-Off Frequency, у нас появляется возможность задать плавающую динамику спектра, тем самым оживив его. Далее, для усложнения формы волны и подчеркивания частоты, подаем ее на State Variable Filter, который отвечает за формирование звуковой волны и обладает возможностью настраивать резонанс. Также подбираем LFO на входной пин с частотой. Для смягчения и формирования финальной формы волны используем еще два фильтра для выходов Low Pass Filter и State Variable фильтра. В конце тракта отдаем сигнал на Stereo Delay для формирования стереосигнала и подаем его на Stereo Mixer и настраиваем громкости. Для формирования слоя с задуваниями мы используем розовый шум, State Variable Filter и подбираем диапазон частоты, в котором будет работать резонанс. Задаем этот диапазон через ноду LFO и на частоту LFO подаем random ноду, тем самым получаем возможность задавать степень изменения скорости работы LFO. Формирование верхнечастотного слоя преследует ту же логику. Для удобства мы создаем input типа Enum Noise Type, выбираем Pink Noise и подаем его на все ноды генерирующие шум, тем самым мы получаем контроль над всеми нодами, тем, что понимаем, что нужный нам сигнал генерируется из одного источника. А если вы хотите подробно изучить как озвучить игру встроенными средствами Unreal, тогда приглашаю вас на курс «Работа со звуком в Unreal Engine». На курсе мы подробно рассмотрим, как с помощью внутренней звуковой системы Unreal имплементировать звук в игровую сцену, освоим методы работы с блупринтами, научимся интегрировать звуковые системы, собранные на WISE. Изучим методы работы с компонентом MetaSound и все это в движке нового поколения Unreal Engine 5. Подробнее о курсе вы можете узнать на нашем сайте xsracademy.com. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. А теперь давайте создадим звук морского прибоя. У нас также есть генератор розового шума, который входит в блок, который имитирует основной слой прибоя. Накаты больших волн Wave Time, в котором регулируется частота и интенсивность воспроизведения очередной большой волны. Блок дилея с рандомным значением, позволяющий регулировать задержку для каждого канала, тем самым создавая естественные накаты волн. И на выходе каскад микшеров, позволяющий гибко настраивать выходной сигнал. Компонент MetaSound с ветром будет воспроизводиться в 2D, поэтому его достаточно просто перетянуть на сцену. Компонент с морем будет воспроизводиться в 3D с настроенной аттенюацией. И чтобы эффект получился максимально правдоподобным, я использую заранее запрограммированный компонент Spline и очерчу им линию берега. Данный компонент умеет находить в реальном времени максимально близкую точку к игроку, тем самым звук морского прибоя будет воспроизводиться всегда рядом с персонажем, оставаясь при этом на линии сплайна. Спасибо за внимание! Меня зовут Дмитрий Мигаль. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok